Ненецкая средняя школа имени Пырерки отметила 70-летний юбилей. За десятилетия учреждение дало путевку в жизнь сотням выпускников, в числе которых знаменитые люди. Это и Семен Николаевич Евтысы, первый ненецкий пилот, и Филипп Никитич Ардеев, почетный полярник и известный путешественник, хранитель традиций ненецкого народа, а также многие другие. Первоклашки Карина Майорова и Аня Чупрова хоть и отучились в школе всего 4 месяца, но уже всем сердцем полюбили ее. Полюбили и учителей, и занятия. И хоть пока девочки и не знают двузначные числа, но знают, в любимой школе 70 лет. Ну, скажите, что пожелали бы в школе? Вы знаете вообще, что сегодня за праздник? Да, сегодня день любиле школы. Так, а сколько лет в школе исполняют? Ну, я не знаю, тетя Ночев, но знаете, 7 и 0. 70, да, получается, здорово. А что пожелали бы? Я пожелала бы в школе быть всегда устойчивой нашей, и чтобы ее никогда не рушили. О, а ты? Чтобы она никогда не старела. За 70 лет школа пережила много преобразований, но сегодня, по мнению директора Людмилы Пакшиной, школа – это в первую очередь дом. Наша школа сегодня – это дом, который построили все мы, сидящие в этом зале. Этот дом сложился как по кирпичику из наших дел, наших начинаний, наших талантов и старания. Каждый внес что-то свое. История школы – живая память людей. Радость встреч и горечь утрат. Это судьбы наших педагогов, работников, наших учеников. Хочу сегодня выразить особую признательность вам, дорогие мои коллеги. История школы началась в 1946 году, когда базовая Ненецкая начальная школа при педагогическом училище в Наринмаре впервые приняла своих учеников – детей оленеводов из Малоземельской тундры. На следующий год она была преобразована в Ненецкую семилетнюю школу для обучения детей оленеводов также из других поселков округа. Спустя два десятилетия уже на Наринмарской школе-интернату было присвоено имя первого ненецкого ученого-филолога, писателя и переводчика Антона Перерки, погибшего в годы Великой Отечественной войны. По мнению губернатора Игоря Кошина, именно жизненный путь Антона Петровича служит главным ориентиром для воспитанников школы. Мальчик, родившийся в Большеземельской тундре, стал одним из основоположников ненецкой письменности, по учебникам которого обучались ненцы всех тундр от Калина до Таймыра. Антон Петрович положил свою жизнь, свой талант и свой успех жало войны. Он ушел добровольцем на фронт и не вернулся. Но весь его жизненный путь, подтверждение, что талант, настойчивость обязательно приводят к успеху. И я хочу пожелать нашей замечательной школе, которая празднует сегодня 70-летний юбилей, прежде всего успехов и таких же талантливых, потрясающих ребят. В настоящее время в школе обучаются 200 воспитанников. Из них больше половины проживают в пришкольном интернате. Для некоторых детей коллектив школы – педагоги и воспитатели вместо родителей. А школа – дом. С Новым Рождением, любимая школа!